Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас уже суббота, 9 декабря 2023 года. Новости у нас будут следующие. Многие латвийские россияне уже остались без пенсии и медобслуживания. На днях комиссия Сейма по гражданству и миграции и сплочению общества пригласила главу управления по делам гражданства и миграции УДГМ Майриту Розе, чтобы заслушать информацию о тех гражданах Российской Федерации, которые не выполнили требования закона и до 30 ноября или не заявились на повторный экзамен по государственному языку, или не подали документы на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза. Давайте послушаем, что же она сказала. Как рассказала госпожа Розе, в ближайшие дни станет точно известно то количество россиян, у которых закончился срок действия постоянного вида нажительства ПНЖ. И стало быть, они должны будут покинуть Латвию. УДГМ уже направило 3255 латвийским россиянам информационные письма с уведомлением о том, что их ПНЖ 30 ноября аннулируется. Глава УДГМ отметила, что необходимо дождаться, не придут ли документы на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза по почте. И только после того чиновники миграционного ведомства смогут начать процесс выдворения россиян из страны. По признанию руководителя УДГМ, процесс выдворения будет тяжелым и обременительным. Ведь, во-первых, речь идет о выселении значительного числа жителей. А во-вторых, это все люди, которые очень долго жили в Латвии. Уже, кстати, поступают сигналы о том, что с 1 декабря многие проживающие на постоянной основе граждане Российской Федерации лишены пенсии, им закрыли счета в банках, и они не могут получить государственную медицинскую помощь. Это, видимо, объясняется тем, что по истечении срока действия ПНЖ этим людям автоматически аннулировали персональный код. Очевидно, что просто так выдворить людей из страны будет весьма сложно. Во-первых, международное право требует от властей страны рассматривать каждый случай индивидуально. Коллективное выдворение запрещено. Во-вторых, предписание пограничной службы о том, чтобы человек покинул страну, можно обжаловать. Сперва высшестоящему начальству, а потом и в двух судебных инстанциях. Поэтому, в любом случае, процесс выдворения может затянуться. К тому же, не все имеют декларированное место жительства. И, стало быть, миграционной службе еще придется этих людей поискать. Если же они выехали из Латвии не через внешнюю границу Латвийской Республики, а через внутренние границы Европейского Союза, то информацию об их отъезде так быстро получить латвийским компетентным органам не удастся. И если люди сами добровольно не покинут страну, а начнут путь своей правовой защиты в судах, то за это время они могут дождаться и вердикта Конституционного суда. Рассмотрение соответствующего иска судом запланировано на 9 января 2024 года. То есть, уже через месяц. Если решение будет в пользу латвийских россиян, то у них появится шанс легализовать свое пребывание в Латвии. А что же будет с теми, кто выполнил все требования закона и записался на повторный экзамен по государственному языку, но в итоге и вторую попытку провалил? Они, напомним, смогут обратиться за специальным временным видом на жительство сроком на 2 года. Предполагается, что за это время обладатели такого ВНЖ смогут временного вида на жительство, я повторяю, теперь уже временное. Там ПНЖ было, а здесь теперь ВНЖ. Обладатели такого ВНЖ смогут лучше освоить латышский из третьей попытки или с четвертой успешно сдать экзамен на категорию А2. Те же, кто сдал экзамен по латышскому с первого или второго раза и подал установленный срок документы на получение статуса постоянного жителя Латвии, могут спокойно ждать вердикта ОДГМ. Их постоянный вид на жительство продолжает действовать. А стало быть, сохраняются все их права на работу, на пенсионное, социальное и медицинское обслуживание. На этом, друзья, я заканчиваю эти новости. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. До свидания, друзья, до следующих новостей. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok